Огромный Аравийский полуостров, расположенный в Юго-Западной Азии, с древнейших времен был заселен племенами арабов. Площадь этого полуострова так велика, что составляет примерно 1 четвертую часть Европы. Основная территория Аравии – это сухие степи, безводные пустыни и полупустыни, в которых встречаются редкие оазисы. В Аравии сухой жаркий климат, а дожди выпадают крайне редко. Лишь небольшая часть Аравийской земли, расположенная на юге и юго-западе полуострова, была пригодна для земледелия. Именно в этих местах с давних времен жили племена оседлых арабов. Из колодцев и ручьев они получали воду, строили сложные оросительные системы, возделывали свои поля и фруктовые сады. Арабы-земледельцы выращивали ячмень, финиковые пальмы, виноград, плодовые деревья, сахарный тростник, хлопчатник. Земледельцы с древних времен использовали разнообразные металлические орудия труда, в том числе и плуг с металлическим лемехом. В середине первого тысячелетия нашей эры на юге Аравийского полуострова существовало одно из древнейших государств. В нем развивались ремесло и торговля. Особенно местные мастера славились обработкой кож и изготовлением оружия. На юге Аравии добывали золото, собирали ладан и другие ароматические смолы. Всеми этими товарами местные купцы торговали с далекой Индией и Эфиопией. Большинство населения полуострова составляли кочевники-скотоводы. Их называли бедуины, что значит «степники». Они передвигались со своими стадами по покрытым жесткой травой и колючим кустарником степям. Бедуины разводили верблюдов, лошадей и овец. Верблюд был для бедуина самым главным животным. Степники питались его молоком и мясом, одевались в теплые одежды, сделанные из верблюжьей шерсти. Их домами были палатки, укрытые верблюжьим войлоком. Из кожи верблюда делали обувь, седла, сбрую и доспехи. Самым лучшим лекарством, которое помогало от многих болезней, был жир этих животных. На верблюдах вместе с семьями и имуществом бедуины переезжали от одной стоянки к другой. На этих же верблюдах сражались с воинственными врагами. Выносливые и преданные животные сами находили дорогу в пустыне, могли долгое время обходиться без еды и питья, никогда не бросали своего хозяина в беде, закрывали собой от песчаных бурь и согревали в холода. То, чем кочевники могли торговать, они привозили на продажу в крупные города, расположенные вдоль берега Красного моря. Издавна здесь пролегал торговый путь из Византии в Африку и Индию. Сюда, в Мекку, Таиф и Ясриб, Медину, сходились пути торговых караванов со всей Аравии, из Ирана и других стран. Каждую весну четыре месяца подряд в этих городах проводились ярмарки. Кочевники пригоняли сюда скот и обменивали его на хлеб, ткани, оружие, посуду. Во время проведения ярмарок в городах, где они проходили, объявляли общий мир. Запрещались все ссоры, вооруженные стычки, нападения на караваны. Этот запрет был очень важен, так как бедуины, делившиеся на множество племен и родов, были очень воинственны. Войны и сражения между ними происходили по любому, даже самому незначительному поводу. Ожесточенные схватки возникали по обычаю кровной мести, когда за убийство или оскорбление родича мстил весь род и даже племя. Каждый араб был предан своему племени. Об этом написал древний поэт. «В опасности племя мое, я готов умереть. Враги угрожают, иду без боязни в сраженье». Войны между племенами иногда длились десятилетиями, они утихали лишь на время проведения ярмарок. Каждое племя возглавлял военный вождь. Он руководил воинами во время набегов, выбирал места для кочевий, разбирал споры между членами племени. Обычно вождя выбирали из знатного и богатого рода, чтобы при нужде он мог кормить бедняков, выкупать пленных. По обычаю, вождь должен был брать в жены жен своих погибших в сражениях соратников и заботиться об их детях. Вожди и их близкие родственники владели большими стадами скота и лучшими пастбищами. На них работали рабы из числа захваченных в военных походах пленников. Все арабы поклонялись разным богам. Это еще больше сеяло рознь между племенами. В каждом из них почитали собственного бога, иногда его представляли в виде камней или каменных идолов. Кочевники перевозили их с собой с места на место. Таким каменным богам приписывались могущественные силы. Со временем богатую арабскую знать стали тяготить неутихающая вражда между племенами и постоянные разорительные нападения одних племен на другие. О том, насколько постоянные сражения и битвы были ненавистны арабам, рассказывал в стихах поэт. «Война, словно лютый зверь, выходит на промысел. Добычу почуявши, ее сторожит в кустах. Как жорно в тела людей в муку истолчет она, и злобную ненависть посеет у них в сердцах». Необходимость покончить с рознью и объединиться диктовалась и внешними условиями. К VI веку н.э. большая часть территории Аравийского полуострова была захвачена Ираном и Византией. Арабы лишились превосходных пастбищ, торговых путей, собственной свободы, богатств и независимости. Многие племенные вожди пытались решить возникшие проблемы за счет дальних набегов на земли Сирии, Египта и Ирана. Но это приносило лишь временное облегчение участи для некоторых племен. Необходимость объединения страны осознавали почти все арабы. Центром вновь создаваемого государства мог стать город, в котором сходились бы пути многих арабских племен. Но какой из городов Аравии станет сердцем всего арабского народа? Об этом мы поговорим дальше. Самой известной ярмаркой Аравии была ярмарка в городе Мекка. Этот город расположен в засушливой местности на перекрестке оживленных торговых путей с юга Аравии в Сирию, Палестину, Ирак и Египет. Земледелие в этих местах было невозможно. Поэтому жители Мекки занимались ремеслом и оседлым скотоводством. Помимо этого, они сами торговали и снаряжали караваны, которые вывозили сырые и обработанные кожи, серебро в слитках из рудников Аравии, изюм из соседнего оазиса Таиф. Многие богатые мекканцы владели в Таифе и других оазисах участками земли и были удачливыми земледельцами. Но чаще мекканцы нанимались к торговцам в качестве проводников и погонщиков верблюдов. С торговыми караванами они объехали многие земли, поэтому жители Мекки прекрасно знали обычаи и традиции разных народов, были знакомы и дружны с вождями арабских племен. С давних времен большая часть населения Мекки принадлежала к племени Курейш. Каждый Курейшицкий род жил отдельно от других, правил городом род Омейядов. Правители Мекки всячески старались сделать город наиболее привлекательным для купцов из разных стран. Мекка делилась на кварталы. В каждом из них был свой базар, святилище местных святых и несколько постоялых дворов караван-сараев. Здесь на постоялых дворах останавливались путешествующие торговцы, сюда со своим товаром приезжали и вожди кочевых племен. Караван-сарай были центрами объединения самых разных людей. По меркам современного человека эти гостиницы были, конечно, не слишком удобны, но в те времена каждого путника здесь встречали как подарок Бога и старались создать для него самые лучшие условия — накормить и напоить, дать возможность отдохнуть самому и позаботиться о его слугах, вьючных животных и товарах. Недаром слово «сарай» переводится как «дворец». С давних времен до наших дней дошли знаменитые слова хозяев караван-сараев. «Нам каждый гость дарован Богом, какой бы ни был он страны». Но не только торговля привлекала в Мекку арабов. Здесь, в центре города, находился их древнейший храм — Кааба. Он представлял собой сооружение кубической формы, поэтому его название переводится как «куб». В храме хранилась величайшая святыня арабов — черный камень. Он вставлен в стену храма. По преданию, черный камень когда-то был белее снега. Бог, арабы называли его Аллах, подарил его первому человеку Адаму. Адам вставил камень в серебряную оправу и построил над ним святилище. Но с той поры от грехов, которые совершали и совершают люди, камень почернел. Напротив камня находится священный источник Замзам. Его вода считается целебной. По преданию, стены храма были когда-то расписаны 360 изображениями божеств различных арабских племен, поэтому Кааба была для арабов центром всеобщего поклонения. Сюда совершали паломничество все верующие жители Аравии. Знатные члены племени Курейш держали в своих руках ключи от храма. Они же были руководителями обрядов, которые арабы совершали возле святилища. Со временем, почитание Каабы благодаря активным путешествиям мекканцев и популярности ярмарки, которая ежегодно проводилась в их городах, распространилось по всему Аравийскому полуострову. Постепенно Мекка превратилась в город, вокруг которого могли объединиться все рабские племена. Нужно было лишь найти человека, который смог бы возглавить это объединение. И такой человек родился в Мекке в 570 году н.э. в обедневшей семье Курейшита по имени Абдаллах, что значит «раб Аллаха». Род Абдаллаха назывался Хашим и был очень древним. С незапамятных времен хашимиты, как звали членов этого рода, были хранителями ключей от Каабы. Они жили в квартале, расположенном недалеко от храма. Поэтому родившийся мальчик, которого назвали Мухаммед, в Европе это имя звучит как Магомед, был воспитан в традициях почитания Каабы. В шесть лет Мухаммед остался сиротой. По обычаям арабов о нем заботились его бедные родственники. В юности Мухаммед был пастухом, затем приказчиком, сопровождавшим торговые караваны. Позднее, женившись на богатой вдове Хадидже, он вел ее торговые дела. С шестьсотдесятого года Мухаммед оставил торговлю. В это время, как он сам говорил, он стал Наби, пророком которого посещали видения. Мухаммед говорил, что слышит голос Бога и что Бог выбрал его в качестве своего посланника к людям, что то, он рассказывает им, является истиной, которую внушает ему единственный Бог, Аллах. Позднее, собранные вместе и записанные, эти слова составили Коран, священную книгу новой религии, которая называется Ислам. Согласно новому вероучению, Коран существовал всегда, как сам Бог. Само слово Коран означает «читать вслух», поэтому громкое чтение Корана до сих пор является важнейшим обрядом в исламе. По словам Мухаммеда, оригинал этой книги написан на арабском языке, на свитках и хранится на седьмом небе под престолом Аллаха. И только Аллах стирает, что желает и утверждает в ней, что захочет. Бог и раньше давал людям откровения, посылая их через своих пророков. Такими пророками были Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид и Иисус. Каждый из них поведал людям волю Бога, а трое, Моисей, Давид и Иисус, передали людям священную книгу с записанными истинами. Однако люди, к которым эти пророки посылались, со временем исказили слова Аллаха. Поэтому, ради восстановления истины, Бог должен был посылать людям новых и новых пророков и учителей, пока, наконец, не прислал Мухаммеда, своего последнего пророка. Так же, как и в священной книге иудеев и христиан, в Коране признается существование одного всемогущего и всеведущего Бога-Творца. Согласно Корану, Он сотворил мир за шесть дней. В пятый день Аллах создал людей, Адама и Еву. Аллах знает все, что происходит на земле, все, что совершает каждый человек. Об этом прямо говорится в тексте священной книги «Не постигнет нас ничто, кроме того, что начертал нам Аллах». И «Аллах видит то, что вы делаете». Каждого уверовавшего в Аллаха ждет справедливое вознаграждение. После смерти он попадет в рай. Те же, кто грешил на земле, после смерти окажутся в аду, где будут терпеть вечные муки. С 610 года Мухаммед активно выступал с проповедями Единобожия. Свои речи он всегда начинал утверждением «нет Бога, кроме Аллаха». Мухаммед убеждал сограждан, что нужно во всем покорно следовать воле этого Бога. Слово «Ислам» так и переводится «покорность». Тех же, кто стал следовать новому вероучению, стали называть муслимы или мусульмане, что значит «покорные Богу». Но Мухаммед не ограничивался только религиозными проповедями. Он призывал арабов прекратить вражду и объединиться. Он осуждал богачей, несправедливо наживающих богатства, и призывал их помогать бедным сиротам, вдовам выкупать и освобождать рабов. Однако в Мекке проповеди Мухаммеда не встретили широкой поддержки. Знатные и богатые курейшиты не скрывали своего отрицательного отношения к словам Мухаммеда, к нему самому и его последователям. Сторонники пророка подвергались травле и преследованиям. Спасая первых мусульман, Мухаммед решился на отчаянный шаг. В 622 году вместе со своими сторонниками он переселился в соседний оазис, который несколько лет спустя получил название Медина, что означает «город пророка». Большинство жителей Медины перешли на сторону Мухаммеда, а его противники были изгнаны или убиты. Год переселения, по-арабски хиджра, стал начальным годом мусульманского летоисчисления. В Медину со всех сторон стекались последователи Мухаммеда. Здесь была построена первая мечеть, дом для молений. Образована первая мусульманская община, построенная не по родовому или племенному признаку, а по взаимному признанию прав каждого человека, народа и вождей мухаджиров, самых близких сподвижников пророка. Поэтому среди первых мусульман оказались приверженцы всех религий, в которых признавалось единобожие, а в Коране появилось откровение о равенстве исповеданий «в религии нет принуждения». Мусульманская община жила в соответствии с требованиями, изложенными в откровениях Мухаммеда и закрепленными затем в Коране. Так в Медине в одном из своих откровений пророк признал, что неравенство среди людей было установлено Богом. Поэтому мусульманин не должен завидовать тем, кто богаче него. В то же время одной из главных обязанностей мусульманина был закят – налог на имущество, который каждый мусульманин был обязан платить в пользу неимущих членов общины. Другая обязанность требовала от последователей ислама обязательно раздавать милостыню. Третья обязанность каждого мусульманина – это пять молитв в день. Молитвы должны были возноситься всеми мусульманами одновременно в определенное время суток после того, как священник Мулла или Муидзин с высокой башни, которая называлась Минарет, возвестит им о часе молитвы. Ислам призывал всех мусульман участвовать в священной войне против неверных. При жизни пророка под неверными понимались мекканцы, выгнавшие Мухаммеда и его приверженцев из своего города. Позже неверными считали тех, кто не являлся людьми книги, то есть язычников, не исповедовавших иудаизм и христианство, атеистов, то есть людей, отвергающих существование Бога. Именно против них вели свои войны последователи Мухаммеда, стараясь обратить их в ислам. В Коране говорилось, что каждый мусульманин, погибший на такой войне, становится шахидом, то есть святым мучеником, и немедленно попадает в рай. Мухаммед стремился вернуться в Мекку. С 622 года между мекканцами и сторонниками пророка в течение восьми лет шла упорная и кровопролитная война. Она завершилась в 630 году, когда после долгих переговоров Мухаммед заключил с мекканцами соглашение. По этому договору жители Мекки обязались признать религиозную и политическую власть Мухаммеда и принять его учение ислам. Для себя мекканцы добились признания своего города главным центром нового вероисповедания, а Каабы – главным святилищем ислама. Причина подобного отношения куришитов Мекки к новой религии и ее пророку заключалась в том, что ислам к этому времени приобрел большое число сторонников и стал силой, способной объединить Аравию. Мекканцы решили использовать эту силу в своих интересах и возглавить объединение Аравии под лозунгом «обращение всех арабов в ислам». Полное объединение Аравии и обращение ее населения в ислам, во многих случаях чисто внешнее, произошло уже после смерти Мухаммеда в правлении его ближайших преемников – первых двух халифов. Именно тогда в результате их завоеваний было образовано первое единое государство арабов – арабский халифат. После смерти Мухаммеда в 632 году правители государства выбирались из его сподвижников и родственников, которые получали титул халифов – заместителей пророка. Таких выборных правителей халифов было четыре – Абубекр, Омар, Осман, Али. Абубекр славился остротой ума и умением с выгодой решать все сложные дела. Его правление длилось всего два года. Перед смертью Абубекр назначил своим преемником халифа Умара. Он также был сподвижником Мухаммеда и прославился как талантливый полководец и бесстрашный воин. После смерти Мухаммеда первым халифам пришлось подавлять вооруженным путем вспыхнувшие во многих районах Аравии мятежи, которые возглавляли лжепророки. Многие племена арабских кочевников сопротивлялись обращению в ислам и объединению в единое государство. Восстания были подавлены. А для того, чтобы отвлечь воинственных бедуинов от попыток вновь начать внутренние войны, халиф Омар начал завоевательные походы, сулившие новые земли и богатую военную добычу. Внутреннее состояние окружающих Аравию стран, прежде всего Византии и Ирана, было в этот период очень сложным. Поэтому арабы начали свои завоевания, не опасаясь серьезного сопротивления. Собрав огромное войско, они сумели к 640 году завоевать Палестину и Сирию, затем Египет 640-642 годы. Продолжая наступление далее на запад по Северной Африке, арабы подчинили себе племена Берберов и к 649 году дошли до Карфагена. В 634-651 годах был полностью подчинен Иран. Несколько позже арабы овладели Арменией и частью Грузии. Столь стремительные захваты огромных территорий объяснялись не только внутренним истощением могущественных некогда государств, но еще и военным искусством арабских военачальников. Главной силой арабского войска была легкая стремительная конница. Арабы лавиной обрушивались на войска противников, сминая их и снося все на своем пути. Надо сказать также, что население Ирана, Византии и провинции Рима, страдавшее от непосильных налогов собственной феодальной знати, не оказывало сопротивления захватчикам, считая их почти освободителями. Местные жители говорили «Бог мести послал арабов, чтобы освободить нас от жестокости римлян». Многие города сдавались без боя только на условиях сохранения жизни и имущества их жителей. Арабские завоеватели оставляли в покоренных странах местные порядки. В халифате сохранялась широкая веротерпимость по отношению к христианам, иудеям, зороастрийцам. На первых порах арабы не облагали покоренное население бывших иранских и византийских владений большими налогами, что еще более укрепляло симпатии местного населения к ним. В ходе завоеваний значительная масса арабов переселилась на новые места. Здесь некоторые из них переходили к оседлости, другие же оставались кочевниками и вели привычный образ жизни. Огромные завоевания и богатая военная добыча привели к еще большему имущественному неравенству среди арабов. Особенно это стало ощущаться при третьем халифе Османе, который поощрял захваты земель и накопление богатств в руках знати. Это вызывало недовольство простых мусульман. Против Османа и Аммиядов, к роду которых он принадлежал, выступили многие феодалы. Во главе стал двоюродный брат Мухаммеда Али. Али был женат на дочери пророка и потому считался самым близким родственником и наследником Мухаммеда. Сторонников Али стали называть шиитами. Шия – по-арабски группа, партия. Первоначально шииты были лишь небольшой группой, которая начала борьбу за власть в государстве. Главное требование шиитов сводилось к тому, что титул халифа должен перейти к зятю пророка Али и затем наследоваться его потомками. Кроме того, шииты настаивали на том, что единственной священной книгой ислама должен считаться Коран и требовали, чтобы халифы отказались от духовной власти в государстве. По их мнению, духовными лидерами ислама должны были быть особые люди – имамы. К шиитам примкнули арабские крестьяне, бедуины, надеявшиеся на облегчение своей жизни, освобождение от непосильных налогов и поборов со стороны арабских феодалов по милости справедливого халифа. Приверженцы Али были во всех старых областях страны, а также в завоеванных землях. Халифы из рода Амейядов преследовали шиитов. Их опорой было религиозное течение суннитов, которые признавали священными книгами не только Коран, но и Сунну – собрание рассказов об изречениях и поступках Мухаммеда. В 656 году в Мекке вспыхнул мятеж. Шииты убили халифа Усмана, четвертым халифом по их требованию был избран Али. Но сторонники Османа из рода Амейядов не сложили оружие. В стране разразилась война. Она продолжалась до 661 года, когда Али был убит одним из сторонников Амейядов. В стране вновь была восстановлена династия Амейядов, которая правила до 750 года. Не желая больше оставаться в Мекке, городе, где разразилось такое мощное восстание, халифы перенесли столицу в Дамаск. Отсюда, из Сирии, халифы возобновили завоевание территорий соседних стран, прерванные войной. В конце 7-го начале 8-го века арабы прочно обосновались в Северной Африке. В 711 году они вторглись в Испанию и завоевали почти весь Пиренейский полуостров. Королевство Вестготов, ослабленное войной за престол, не смогло оказать воинственным арабам должного сопротивления и было разгромлено. Только жители северной, горной части Испании не покорились и продолжали вести борьбу. После этой победы арабская конница перешла через Пиренеи и напала на королевство франков. Здесь, в 732 году, в битве при Пуатье, арабы, которых европейцы называли сарацинами, получили достойный отпор и вынуждены были прекратить наступление. На Востоке войска дамасских халифов также совершали постоянные вторжения в Византийскую Малую Азию. Они доходили до Босфора и Мраморного моря, дважды блокировали Константинополь. Однако победить Византию арабы не смогли. Военные походы арабов в Среднюю Азию были более успешны. В начале VIII века им удалось завоевать Хорезм и области за Амударьей, по-арабски Маверанахр, то, что за рекой. За обладание среднеазиатскими областями арабам пришлось вести войну с тюрками-кочевниками и Китаем. В 751 году арабы нанесли поражение китайским войскам в битве при Таласе и смогли закрепить свою власть в Средней Азии. В 712 году арабы вторглись в Индию и завоевали область Синд. К середине VIII века образовалось огромное государство арабов — Арабский халифат. Владения халифов раскинулись от берегов Атлантического океана до границ Индии и Китая. Но арабское государство было внутренне неустойчивым. Постоянные мятежи и восстания сотрясали различные регионы халифата. В ходе одного из них была свергнута династия аммиядов. Почти все аммияды были истреблены, лишь некоторым из них удалось бежать и скрыться в Испании. Власть в стране в 750 году захватили представители другого древнего рода аббасидов. Этот род вел свое происхождение от дяди пророка Мухаммеда Аббаса Абдула. В борьбе за престол правителей халифата их поддерживали крупные иранские землевладельцы. Добившись власти, халифы из династии аббасидов жестоко расправились со всеми народными движениями внутри страны, а знатные иранские феодалы стали визирами, то есть первыми министрами арабского халифа и сосредоточили всю власть в стране в своих руках. Столица халифата была перенесена в небольшое селение на реке Тигр. Со временем город был отстроен и получил название Багдад, а государство арабов стало называться Багдадский халифат. Начав свое правление с крайней жестокости, в дальнейшем аббасиды почти не вели завоевательных войн. Их главной заботой было сохранение тех территорий, которые были присоединены к халифату раньше. Халифы, как и прежде, обладали всей полнотой власти. Они были не только правителями страны, но и духовными лидерами. Власть халифа передавалась по наследству. Для лучшего управления огромным государством вся его территория была разделена на провинции, куда халиф назначал наместников – эмиров. В своей провинции эмиры были главой войска и чиновничьего аппарата. Каждый эмир имел двух заместителей. Один из них отвечал за сбор налогов, другой – Кади – был главным судьей и представителем духовной власти халифа. Со времен аббасидов в халифате утвердился шариат – свод мусульманских законов, в соответствии с которыми должен был жить каждый мусульманин. Эти законы соблюдаются мусульманами до сих пор. Среди обязанностей каждого мусульманина было обязательное соблюдение строгого поста в священный месяц Рамадан. По легенде, в одну из ночей этого месяца пророку Мухаммеду было ниспослано первое откровение. В течение всего месяца мусульмане не могут принимать пищу после восхода солнца и до его заката. Обязательным стало и паломничество в Мекку – хадж, которое хотя бы раз в жизни должен совершить каждый последователь пророка. В халифате существовало несколько видов налогов. Главным налогом считался закят – его платили все мусульмане. Немусульманское население платило подушную подать. И, наконец, и те, и другие платили халифу земельный налог. Правда, для мусульман его сумма была гораздо меньше, чем для приверженцев других религий. Конечно, это способствовало переходу многих земледельцев в ислам. Размер налогов был неизменным. И, кроме того, суммы, которые платились халифу, были много ниже тех, которые жители покоренных земель платили властям до арабского завоевания. Как и в феодальных государствах Европы, земля жаловалась халифам во владение знатным феодалом. Такое земельное владение называлось мюльк. Во время арабских завоеваний местным богатым землевладельцам удавалось сохранить свои земельные владения при условии признания власти арабов. Поэтому богачами в халифате были не только арабы, но и многие прежние византийские, армянские, иранские феодалы. Для лучшего управления государством халифы чеканили свои монеты и завели почтовую службу. На главных дорогах, связывавших разные концы страны, создавались почтовые станции, которые назывались ямы. Гонцы, разносившие вести по всей стране, меняя лошадей на таких станциях, назывались ямчи. От этого слова произошло и русское ямщик. Важным последствием арабского завоевания было распространение ислама. В течение VII-VIII веков арабы проводили политику веротерпимости, которая, как вы помните, была даже записана в Коране. Не мусульмане могли свободно исповедовать свою религию и даже сохранять свои церковные организации, приходы, епархии и общины. Однако более легкое обложение налогами мусульман, более широкие возможности, которые открывались для тех, кто переходил в ислам, со временем сделали свое дело. Если в первые десятилетия существования арабского халифата большинство населения не исповедовало ислам, то уже в X веке мусульмане стали составлять большинство населения халифата. Временем расцвета багдадского халифата считаются годы правления халифа Харуна Ар-Рашида. Он был современником короля франков Карла Великого и героем знаменитых сказок «Тысяча и одна ночь». В сказках Харун предстает добрым, отважным и мудрым правителем. Он поражает всех своей справедливостью и умом. Однако на самом деле Харун Ар-Рашид был коварным и жестоким халифом. Жители Багдада боялись и ненавидели его. Халиф вел решительные завоевательные войны, но серьезного расширения территории своего государства он не добился. В конце 8-го – начале 9-го веков в халифате вспыхнули народные восстания. Одним из самых серьезных выступлений был мятеж карматов. Так назывались последователи одного из течений среди шиитов. Карматы смогли собрать большую армию и разгромить войско халифа. Им удалось даже захватить святыню арабов Мекку. Создав свое государство, карматы беспокоили багдадского халифа в течение долгих 150 лет. Для того, чтобы подавлять такие народные восстания, один из халифов приказал набрать среди пленных тюрок, которые были захвачены в ходе завоевания Средней Азии, войско. Из этих людей были созданы преданные правителю отряды его личной охраны. Но воинственные тюрки скоро поняли всю выгоду своего близкого к трону положения и стали сами возводить халифов на престол и свергать их. Быстрая смена халифов, постоянные восстания в провинциях не способствовали упрочению государства. В середине восьмого века от багдадского халифата отделились территории на Пиренейском полуострове, где образовался Кордовский Эмират, позже преобразованный в халифат. Правителем этого вновь образованного государства был потомок рода Аммиядов. В IX веке от Багдада отделились все провинции, расположенные в Северной Африке, Средней Азии, а также Иран и Афганистан. Огромный некогда халифат сжался до территории Месопотамии, но вскоре и здесь воцарилась иранская династия правителей. Чуть позже, в середине IX века, большая часть арабских владений была завоевана турками-сельджуками, а в 1055 году они даже захватили Багдад. Здесь предводитель турок был коронован как глава нового государства и стал называться султаном. Так завершилась история арабского халифата. В VIII-X веках для всей огромной территории арабского халифата языком общения стал арабский язык. На нем, как вы помните, был написан Коран, священная книга арабов-мусульман, завоевавших множество земель. Поэтому на арабском языке писали свои сочинения все ученые и философы того времени, на него переводили важнейшие труды древности, на арабском учили в школах. Арабский язык стали называть латынью «Востока», а его широкое распространение привело к тому, что и культуру всех стран, входивших в единое государство арабов, стали называть арабской или мусульманской. Однако не следует забывать, что арабский халифат состоял из множества стран с высокой древней культурой. И несмотря на то, что земли эти были покорены, там все же продолжали развиваться собственные культуры. Конечно, они перемешивались с культурами других стран и народов, включенных в халифат, и взаимно влияли друг на друга. Таким образом, арабская культура впитала в себя многое от достижений завоеванных народов и государств — персов, сирийцев, иудеев, народов Средней Азии. Арабы широко использовали и наследие эллинистической римской культуры. Так, к примеру, через персов арабы познакомились с достижениями индийцев в области математики и астрономии. От индийцев они заимствовали цифры, которые европейцы назвали арабскими. Столкнувшись в военных походах с китайцами, арабы быстро оценили удобство использования компаса и стали активно применять его. Наибольший расцвет арабской культуры приходится на 8-11 века. В это время были записаны многие произведения древней арабской поэзии. Именно эти сочинения, а также Коран, послужили основой для создания классического арабского языка. Арабская поэзия VII-VIII веков во многом продолжала старые традиции. Поэты воспевали воинские подвиги, любовь, веселье, вино. В прозе, как у европейцев, у арабов были популярны приключенческие рассказы и анекдоты. Именно из этих сюжетов в X-XV веках сложился знаменитый сборник сказок «Тысяча и одна ночь». Среди этих сказок, которые обычно считаются арабскими, на самом деле сохранились и персидские, и индийские, и греческие. Так, сами того не ведая, арабы сберегли и донесли до наших дней духовные сокровища многих народов. Особых успехов достигла поэзия в Иране и Средней Азии. Здесь великие поэты писали свои произведения на очень красивом певучем языке фарси. Непревзойденным образцом персидской поэзии до сих пор считается поэма «Шахнаме» книга царей, написанная великим поэтом Фердауси. Начиная с середины VIII века для библиотек халифов переводились с греческого, сирийского и персидского языков труды по философии, математике, медицине, астрономии. В Багдаде при Харуне-ар-Рашиде для ученых и переводчиков был построен специальный дом мудрости, где для ученых были созданы все условия, и они могли работать, не заботясь о хлебе насущном. В каждом крупном городе халифата в IX веке работала доступная для всех библиотека. Арабам были хорошо известны труды Аристотеля, Платона, Пифагора, Евклида, Архимеда. Именно арабские математики и прежде всего Аль-Хурезми создали замечательную науку алгебру. Ее название происходит от арабского слова «альджебр», то есть «счет». Рядом с выдающимися математиками в Багдаде и Дамаске в специально построенных обсерваториях работали и не менее талантливые астрономы. Они сумели вычислить окружность Земли, описали положение звезд на небе. Одним из величайших ученых того времени был Аль-Беруни. Его перу принадлежат сочинения по географии, истории, астрономии и даже искусству стихосложения. Другой легендарной личностью среди ученых мусульманского мира был великий Ибн Сина. Слава этого человека была так велика, что даже европейцы с уважением и благоговением произносили его имя, переиначив его на свой лад Авиценна. Философ, астроном, географ, поэт, врач Ибн Сина оставил более ста научных трудов. Впервые в мире в своих сочинениях книга «Исцеление» и «Канон врачебной науки» он описал многие признаки болезней и способы их лечения. Глава ученых, как почтительно называли Авиценну современники, так же, как и китайский мудрец Конфуций, считал, что важнейшее украшение человека — знание. Излюбленной поговоркой арабов были слова «кто отправляется в путь ради науки, перед тем открываются врата рая». Поэтому среди арабов было много талантливых географов и путешественников. Арабские ученые не только изучали описания стран, составленные другими авторами, но и сами отправлялись в экспедиции. С риском для жизни они совершали далекие путешествия. Арабы составили не только описание завоеванных территорий, но и сумели в подробностях охарактеризовать даже земли враждебных им стран. Много веков спустя европейский мир ахнул, узнав, что в библиотеке халифов почти за пять веков до открытия Америки и за десять до открытия Антарктиды хранились карты, на которые были нанесены очертания берегов этих материков. Но особым почитанием среди всех наук при дворе арабских халифов пользовалась история. Действительно, эта наука родилась у арабов вместе с исламом, поскольку именно она сохраняла предания о пророке Мухаммеде и его делах, о первых халифах и их завоеваниях. Незнание истории ислама, так же как незнание истории своего рода, считалось у мусульман самым большим грехом. Халифы и знатные вельможи поддерживали ученых и их научные труды. Каждый знатный человек желал иметь в своей свите как можно больше выдающихся ученых, поэтов и знатоков Корана. И чем больше при дворе вельможи было известных своими знаниями людей, тем выше была его слава. Эта любовь правителей к наукам и ученым объяснялась очень просто. В Коране содержалось обязательное для каждого мусульманина требование быть образованным человеком. Поэтому не только вельможи и правители, но и каждый последователь пророка, если он хотел занять какую-либо государственную должность, должен был получить образование. Начальные школы, где учили грамоте и политики, у мусульман были частными. Те, кто мог платить, занимались дома с учителями. Если человек хотел продолжить образование, он должен был поступить в медресе, высшую мусульманскую школу. Здесь преподавали самые известные имамы. Они читали лекции и проводили беседы, рассказывая о Коране, Сунни и Шариате. Здесь же обучали высокому искусству архитектуры. Арабские строители прославились возведением великолепных дворцов, мавзолеев и крепостей. Всему миру известна Альгамбра – дворец эмира в городе Гранади в Испании. В каждом городе халифата обязательно возводились мечети. В этом молитвенном доме проводились также заседания суда шариата, здесь хранились деньги, собранные для бедных, сюда приходили мусульмане со всей округи. Именно поэтому устройству мечети уделялось так много внимания. Главное здание мечети – это четырехугольный зал, открытый во двор. Двор окружен галереей с колоннами, где мусульмане обычно отдыхали от солнца. В середине двора размещался бассейн для ритуальных омовений до начала молитвы. Иногда над пространством двора возводился купол, рядом с мечетью обязательно возводился минорет. Но самой важной и почитаемой частью мечети является мехраб. Это небольшая специальная ниша в той стене мечети, которая обращена к Мекке. Во время молитвы мусульмане обращаются лицом к мехрабу. Наибольшую известность среди мусульман богатством убранства и роскошью получили несколько мечетей. Среди них построены в VII веке мечеть Амра в Фустате, соборная мечеть в Куфе, знаменитый храм Купол Скалы. С X века арабские строители и архитекторы стали украшать свои постройки арабесками, сложными узорами из переплетающихся линий. Часто в эти узоры включались изречения из Корана, написанные золотом так, что их не сразу можно было отличить среди многоцветия рисунка. Ислам осуждал изображения людей и животных, поэтому скульптура и живопись в первые столетия существования халифата почти не развивались. Позже в книгах стали помещать миниатюры, на которых были изображены сцены из жизни народа, исторические события и герои. Не имея возможности изображать живую природу, все свое мастерство мусульманские художники обратили на развитие искусства каллиграфии. Арабская культура внесла значительный вклад в историю мировой цивилизации. Благодаря арабам были сохранены и приумножены многие научные знания, созданы прекрасные произведения искусства.